всем привет категорически всех приветствую на лаборатории культуры сегодня мы говорим о лаборатории в театре на спаске назывался на школьная классика верно залазь на избранная а и лаборатория тема была до школьная классика казалось бы какое еще более умилое название можно придумать менее привлекательно тем не менее лаборатория получилась отлично то есть эскизы которые зрители смогли в течение двух дней посмотреть мы сегодня проанализируем обсудим с театральным критиком екатерина руднева здравствуйте блин паша привет я думала что он должен быть здесь сегодня но он уехал постижно класс я воскресила прости пожалуйста да да катя и юлия инуша это я уже так осторожно произношу чтобы кого-нибудь к тебе не прицепить а завлизом театра на спаске здравствуй мы построим структуру нашего разговора таким образом как собственно и шла лаборатория от первого показа до 3 и я попрошу юлю в начале дать такую небольшую аннотацию того но для тех наших зрителей которые не были на показах и которые возможно хотят увидеть полноценный спектакль который выйдет по итогам этой лаборатории может быть и не один не знаю посмотрим но пока мы говорим только об эскизах а тех ну практически да во многом готовых спектаклей хотя конечно у них есть возможность еще быть доработанными но некоторые из них действительно были полноценными уже по мнению зрителей но и по моему скромному мнению поэтому юля давай начнем вот с первого показа который был позавчера как он назывался по какому произведению расскажи пожалуйста да это было горе от ума грибоедовская классе классе то есть более классическое произведение найти было бы сложно ставил работал над этим эскизом режиссер александр баркар и если кратко резюмировать как-то описать эту историю то наверное это такое путешествие грибоедовских героев сквозь времена и эпохи и литературные произведения и литературные произведения такой постдраматический заход режиссерское решение в общем довольно энергично и и как как одно из самых главных выразительных средств которых которые использовал режиссер это невероятное количество книг которые были везде которые которыми был усыпан пол они висели под потолком ими топили печь и в этом смысле это очень монтируется с темой мировой литературы вообще и школьной классики в частности да вот пока не убежали далеко пока не ушли в глубокий анализ который я надеюсь катя нам представить дурацкое слово ну каким-то образом нас погрузит в это да мне как раз тема книг я сегодня у меня такая привилегия побыть в роли зрителя я сегодня какую-то такую зрительскую абсолютно субъективную какую-то точку зрения выскажу по поводу книг мне кажется вот в сегодняшнем моменте да в актуальной теме каких-то цензуру запрет каких-то определенных книг подобного рода книжная тема меня в сценографии вот честно смущало особенно когда шло шло сжигание книг ну условное сжигание там в печке я так черт черт это это больно и вот и когда а понятно что книги присутствуют там не только вот в этом сегодняшнем моменте скажем да то есть они-то метафорически обыгрываются очень классный конечно момент спад с погонами у скала зуба вот но в целом первая такая придирка прошу прощения вот катя пожалуйста да мне кажется что видите сложно обсуждать именно эскиз по горе от ума потому что это сама по себе пьеса которая требует это пьеса 19 века которая написана очень определенным образом и в общем то такая хорошо сделанная пьеса да есть такое определение это немножко про другое время да и другую эпоху но действительно это как бы такой механизм в котором все держится до петелька тянет крючочек одна реплика тянет другую реплику и когда мы видим это произведение скажем так разобранное на составные части да с переставленными какими-то эпизодами с пропущенными каким-то важными сюжетными ходами оно немножко разрушается то есть я думаю что конечно режиссер имел это ввиду он имел ввиду такую деконструкцию классики но это интересное конечно направление и иногда она дает очень хорошие результаты но мне кажется что вот именно в этом случае сама по себе пьеса как вещь как механизм да как когда как часовой механизм она этому сопротивляется потому что там такой же можно сказать о пьесах островского например некоторых они просто не дают себя осовременивать потому что они настолько точно сделаны под свое время да и под определенные там скажем актерские типажи социальные типажи что таких операций она в общем то не выдерживает что попытался сделать александр конечно же он попытался александр баркар режиссер из города москва он попытался сделать эту вещь близкой нам и современной вопрос насколько и какими способами да это делается вот я упоминала об этом на лаборатории что в прошлом году был например спектакль в городе красноярске красноярском театре драмы где все действия горят ума было перенесено в 60-е годы 20 века и грибоедовские тексты вроде бы также ложатся на русскую жизнь да из любой эпохи из любого времени вот этот вечный конфликт чатских и фамусовых то что так любят учителя в средней школе это вещь которая в принципе ложится но она требует очень серьезных серьезных совпадений по характеру по каким-то человеческим типажам и вот мне кажется что за то короткое время которое шла лаборатория александр не смог как бы распределить это в не смог попасть в характеры то есть внешне это было действительно очень современно да по костюмам по каким-то шуткам по намекам да там было очень много таких режиссерских придумок режиссерских цитат и самый цитат видимо тоже но мне показалось что для себя он не очень определился о ком он это ставит к вопросу о книгах мне кажется что здесь скорее не было такого жесткого посыла как мне показалось это действительно была история по общей усталости от какого-то культурного багажа который мы тащим за собой на протяжении 200-300 лет вот то есть как бы какое-то какое-то желание просто перестать запинаться а те же грабли скажем тогда те же а те же проклятые вопросы которые до сих пор обсуждают литературные персонажи школьники взрослые и в общем то который нам раз за разом подкидывает наша жизнь но мне кажется в целом весь эскиз вот в этой логике и выстроен да и здесь я немножечко может быть выступлен некоторым адвокатом вот это именно постмодернистской формы которую задал режиссер уходя там в рок-концерт уходя там в какие-то перемешивая все с другими классическими произведениями достаточно вольно и самодостаточно может быть в его понимании трактуя все эти вещи мне кажется здесь это довольно таки оправданный прием меня вообще в принципе не коробит когда произведения которые уже знают практически наизусть деконструируют и когда они по большому счету но мы все уже много раз где-то слышали читали видели в разных интерпретациях спектаклях и фильмах и здесь разомкнуть как-то переставить вот эту логику которая да ты абсолютно верно сказал что она здесь есть и она задает очень многое да то есть форма уже задает содержание то есть все все как весь язык как она выстроенная да это уже есть определенный месседжу а то есть форма есть уже какое-то сообщение но тем не менее здесь как раз не незнакомый текст а текст который все уже достаточно хорошо знают и играть с ним мне по крайней мере было любопытно да смотреть и вот этот монтаж выстраивать в своей голове и мне было интересно юль что думаешь по этому поводу да я просто сейчас наблюдаю и мне было интересно именно на этой лаборатории наблюдать в том числе за драматургией отношений между нашим постоянным зрителем и театральными керетиками да то есть два слова хотелось сказать про саму атмосферу потому что по моему было очень трогательно когда а мы же знаем что на лабораторию приходят очень много новых зрителей безусловно да и каждый раз ты удивляешься они пишут отзывы мы их получаем сегодня в ежедневном режиме что вау какая классная штука в театре на спаской лаборатории это так здорово я до этого не знаю ну как бы типа не знала сейчас буду ходить на каждую то есть эта аудитория она прирастает но при этом есть постоянные зрители которые приходят нам к нам по вторникам на монологи которые обсуждают и которые очень трогательно пытались защитить эскиз вступили в диалог с екатериной и с павлом и прозвучало так как будто критики такие консерваторы такие фамусовы которые против а тут свои защищают и конечно это все в общем не про то что этот прием не хорош да не про то что невозможно осовременивание а именно про то что конкретные тексты не всегда это выдерживает вот и к вопросу о текстах просто хотела бы добавить что это тоже мысль прозвучала на обсуждении что есть прекрасный способ справляться с классическими текстами которые которые хочется переосмыслить темы сюжеты которые хочется переосмыслить надо брать современного драматурга и переписывать этот текст современным языком например в московском тюзи сейчас идет спектакль мария стюарт по шиллеру который поставил петру шерешевский он берет шиллеровский текст в который вставлены какие-то куски написанные таким же ямбом наверное чем там писал шиллер короче говоря в таком же стихотворном размере куски современного текста причем они очень хорошо написаны они вставлены именно там где надо они расставляют необходимые акценты при этом абсолютно не ломая как бы структуру пьесы да а именно вынося вот этот вот конфликт основной конфликт шиллера как бы поднимая его тоже вот поэтому мне кажется что здесь как раз не хватило времени может быть может быть смелости режиссеру да чтобы именно подойти к тексту совсем уже радикально и просто переписать мне кажется из всех трех текстов которые прозвучали на лаборатории именно текст грибоедова больше всего нуждается современных словах в современных словах потому что даже как читатель который естественно не один раз эти произведения читал и в школе и после школы запоем булгаков запоем тургенев грибоедов на третьей странице даже как читатель причем читатель ну как бы ну я не скажу что опытный это моя работа читать весы на третьей странице я просто выключаюсь ну как бы то есть это текст действительно тяжелый то есть дистанция может быть велика архаика текста все-таки дает о себе знать и с этим это тот вызов с которым неизбежно сталкиваются сегодня режиссер ну что ж хорошо давайте перейдем к следующему эскизу юля делай небольшое представление часть часть режиссеров до обозначила жанр и мне кажется когда мы говорим о втором эскизе это были записки юного врача по рассказам михаила рассказа михаила булгакова яна селезнёва и режиссера очень важно сказать жанр то есть я она определила жанр своего эскиза как оперативный театр и прости я вспомнила очень важную вещь мы должны были самом начале сказать возрастное ограничение всех эскизов 12 плюс я это говорю черт сломал да все все три эскизы и вся лаборатория возрастное ограничение нас плюс все я открестилась поехали ну собственно и мне кажется это много может сказать вот то есть наша попытка оперативный театр оперативный театр да то есть это и операция и опера как искусство и оперативность оперативность да в жанре оперы оперетты в жанре музыкального театра было был решен второй эскиз и там были все атрибуты да то есть были красная бархатная шторы был очень театральный красивый свет гримировальная столе гримировали столик жабо вот эти да 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 это было ну как бы через и яркая театральность такая нoorчитая да чистая теряна чистое театральность как прием как ключик с тексту Булгакова. И вот тут как раз тот случай, когда, мне кажется, этот ключик отомкнул эти рассказы, это произведение. И что здорово, Яна услышала вот эту музыкальность. На самом деле там же не так много у героя. То есть он вспоминает этот большой театр, но этого не так много. Но через всё произведение, шум ветра, постоянно вот эти вьюги какие-то, скрипы половец в больнице, всё вот это натолкнуло Яну на общее решение этого эскиза, который, конечно, был очень тепло принят и зрителями, и критиками, и самим театром. Да, я соглашусь. Мне кажется, самый такой часто слышимый отзыв был. Всё так эстетично и всё понятно. Такое ощущение, что действительно он настолько самодостаточный, то есть он абсолютно прозрачный, выдержанный, что ну, прикопаться не к чему, да, и по большому счёту говорить даже. Прошу прощения. Про него не хочется, потому что нет каких-то таких вот этих скрепляющих твою мысль, ну, наоборот, тормозящих, наверное, да, или там зацепляющих, коробящих каких-то таких-то моментов. То есть он прямо так чисто, гладко, ровно входит и в какое-то восприятие твоё, что настолько хорош, что даже как будто бы нечего сказать. Но я думаю, Катя найдёт к чему. Да. Вообще, мне кажется, что какая-то важная вещь произошла во второй день в лаборатории. Вот мы сейчас скажем и о втором показе тоже. Просто ребята, которые, режиссёры, которые работали над показами второго дня, они оба выпускники мастерской Сергея Васильевича Женовача, прекрасного режиссёра московского, основателя театра Студия театрального искусства и, в свою очередь, ученика Петра Новымовича Фоменко. И мне кажется, что вот здесь какая-то вот эта театральная генеалогия, что ли, театральная родословная, она играет очень важную вещь, играет очень важную роль, потому что они, мне кажется, просто оба очень совпали с театром Наспасской просто по... Потому что они, в общем-то, тоже выросли в системе театр-дом. Как мне кажется, что наш театр, он именно из этих последних реликтовых, так сказать... Излучений. Да, и государственных учреждений культуры, которые ещё остаются театром-домом. Это всегда непросто в любое время, да, у любого дома, как у любой семьи, там, понятно, несчастливы по-своему, все счастливы и так далее. Но вот мне кажется, что вот это вот совпадение, да, вот это вот желание и артистов, и режиссёров создать что-то вместе, да, в каком-то сотворчестве, в совместном поиске, оно очень действительно видно вот в этом эскизе, в записках юного врача. Мне кажется, обычно не обсуждают работы актёров в эскизах, потому что в лабораториях, потому что всё-таки это очень короткий срок, да, артисты сделали всё, что могли, спасибо им большое. Вот главное, в общем-то, это режиссёрскую концепцию увидеть. Но здесь, мне кажется, действительно стоит говорить уже о больших каких-то актёрских, если не полных работах, то, по крайней мере, заявках. Вот, например, Константин Кочнев, который исполнял, в общем-то, главную роль, да, в записках молодого врача, главного героя. Мне кажется, что он сделал такой довольно большой серьёзный шаг для себя вперёд, и это было просто очень приятно видеть, да, что человек может выйти из какого-то привычного амплуа, из какого-то привычного образа, и у него получается, да, у него получается какая-то действительно держать эту форму, о которой уже сказали. Это действительно очень эстетически выверенный спектакль, да, там есть моменты гротесковой пластики, там есть моменты этюдов, которые тоже поставлены, с использованием таких театральных метафор, да, например, эта сцена со стальным горлом, известный рассказ, да, когда врач вставляет больной дифтеритным крупом девочке в горло стальную трубку, чтобы она продышалась. Эта сцена решается с... Тубом. С помощью туба. Да, с помощью тубы музыкального инструмента и так далее. То есть, мне кажется, что здесь и фантазия какая-то, и актёрская, и режиссёрская вместе соединилась и действительно создала такой вот образ, образ мира театра, да, в котором и медицина, в общем-то, для главного героя, это тоже какая-то, какая-то роль вот на этой мировой сцене. Ещё хочется сказать, что вообще этот текст, конечно, сам по себе, он последний год, просто, мне кажется, что называется, пожаром прошёлся по театрам России, просто потому, что это действительно какие-то очень своевременные слова и переживания, да, какие-то очень важные темы. Да, мы понимаем, что Булгаков тоже был, в общем-то, свидетелем непростых исторических событий, какого-то перелома, страшного, большого. и вот этот вот, простите, гуманизм, который есть в записках молодого врача, несмотря на всё, что он видит довольно трезвым взглядом, несмотря на всю тьму египетскую и ужас и пустоту, которая его окружает, то, что держит его героя, то, что держит и нас, читателей, вместе с ним, мне кажется, вот это очень важная тема и здорово, что она в театре прозвучала. Да, ещё просто два слова про работу Константина Кочнева, просто сомнения, когда на уровне выбора, выбора претендентов материала для лаборатории возникали какого плана, потому что, как, например, спектакль по Довлатову невозможен, если нет, ну, артисток, решения вот этого образа, потому что все представляют, как выглядит Довлатов, и у театра были сомнения, да, то есть мы знаем, что Булгаков писал это, собственно, на материале своей биографии, мы знаем, как он выглядит, и магия театра в том, в какую-то секунду, я вчера смотрю на Костю, похож, и я вижу молодого Булгакова, я думаю, боже, вот. А про него сказал Паша Рудни вчера, да, что увидев артиста, ему надо играть Картинского, да, продолжая как раз вот эту эстетику того времени, да, здесь действительно, вот музыкальная составляющая, я помню, кто-то там придирался к тому, что барабанная установка была, как будто бы не оправдала себя, мне кажется, она абсолютно была в логике вообще всей этой метафорики музыкальной, которая изначально задается, вот, то есть вот уже упомянувшаяся Катей туба, там где-то появляется какой-то скрипичный момент, где-то там связано что-то с тарелками, то есть все какие-то звуковые, вот эти вот вещи, которые в спектакле были, ну да, вот финал такой, самый громкий, такой барабанный, он в принципе оправдан, ну и вообще вся эта тоже, опять же, следующим слоем идущая метафорика, инструменты, музыкальные инструменты, медицинские инструменты, она здесь невольно напрашивается, она здесь очень так хорошо играет, и даже то, что немножечко как будто бы впадает из общей эстетики, общей логики, вот чисто визуально, вот это красно-бело-черное, все, что присутствует, вот этот момент, когда извне проникает что-то, чуждое этому миру, миру в буквальном смысле, когда солдат через окно проникает, впадает в этот замкнутый, теплый даже в чем-то мир, в котором существуют, живут герои, и вот эта инородность вот этого персонажа, вот этого солдата, даже по цветовому решению, и другое, да, вламывающее все это, и здесь такая беззвучная история, да, то есть Оля чисто телесная, абсолютно такая пластичная, то есть какая-то совершенно, я разволновалась, загрустила, расстроилась, да, совершенно такая чуждая, чужеродная вот этому миру, не функция, да, наверное, какая-то там собственная история, в общем, классно. Но при этом, да, вся партитура выстроена ведь не просто очень точно, она выстроена вслед за Булгаковым, когда мы читаем, и это бесконечное чередование, то есть у него нет, да, как, то есть это не пьеса, мы понимаем же, что все-таки проза, и там нет, как бы, ну, то есть, да, исходное событие есть условно, там нет кульминации, нет, как бы, да, всех необходимых, ну, или там, привычных атрибутов, но, и мы читаем Булгаквы, и у нас то смех, то ужас какой-то от того, что ты читаешь, и вот эти вот бесконечные качели, я вчера смотрела два раза, и пока, и репетицию, и я помню вот тот ужас, когда ты, когда режиссер тебя купил с первых минут, ты подключаешься, и потом, когда вот это начинается, вся безумно красивая история с тубой, с кровью, с операциями, и ты такой, потом тебя в смех, и когда ты приходишь на следующий эскиз, ты смотришь на людей, которые рядом, и которые первый раз смотрят, и у них те же самые эмоции, да, то есть, очень точно, не просто по эскизу выстроена эта партитура, но она вслед за Булгаковым. Качели, да, вот эти от смеха? Я, попростите, просто не обсуждала финал, наверное, еще пока, потому что все-таки у меня вчера было ощущение, что как бы как таковой он еще не очень придуман, потому что действительно требуется какое-то развитие, вот, и какая-то более четкая композиция из рассказов, вот, так что, возможно, эти барабаны, которые показались зрителям неуместными, они просто так поставили точку громко, громко и внятно. Если честно, вот ты заговорила о финале, а я даже, в принципе, как будто бы не могу его вспомнить, я помню только барабаны, да, и что к ней, что к ней были в финале, Ну и он уходит вот туда за этот красный занавес, да. Вот у меня нет ощущения действительно за финальной историей. Мне кажется, нету проблемы этого эскиза, то есть наоборот, именно, мне кажется, в рамках лаборатории даже лучше, когда немножко неоконченная вещь, потому что, когда вещь целиком сделана, с ней уже ничего дальше делать нельзя, да, то есть ты либо берешь ее, как она вышла из лаборатории, потому что попытка там раздуть часовой эскиз на спектакль в двух актах плохо заканчивается в таких случаях. Вот так что, может быть, это ее какая-то именно эскизная форма, да, этот набросок, может быть, он как раз оставляет шанс на дальнейшее развитие. Да, 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 согласна. Если вот возвращаться еще к той теме, которую затронула Юля и о которой говорили вчера на обсуждении, вот этой физиологичности, вот этой боли, которая так или иначе в тексте присутствует, связанная там с операциями, связанная там с травмированностью, связанная там. Паша вчера сказал, что зритель не любит физиологичность на сцене, и вот эта вот метафорика, она позволяет с одной стороны пережить, да, но с другой стороны иронично отстранить, да, все эти тяжелые, довольно сложные вещи. Мне кажется, вот эта отстраненность, эта дистанция, это самое главное, на мой взгляд, вот такое преимущество вот этого эскиза, самый большой, наверное, плюс, да, то есть вот эта вот ирония, она постоянно тебя держит на каком-то безопасном расстоянии, даже какие-то самые тяжелые, такие сложные моменты, они позволяют так немножко в позиции наблюдать. Я думаю, когда, например, видят эту ногу и есть секунда, пока ты не можешь понять, то ли это, ну, совершенно такой цирковой, трюкаческий прием, что это, ну, как бы... Еще одна актриса, спрятанная под большим количеством тряпок, с которой видна только нога. Да, ну, ты сначала думаешь, может быть, это, ну, как бы, манекен, не манекен, потом ты понимаешь, что это, и у тебя все это, то есть вот такие фокусы, они, конечно, работают, да, то есть они люди и так, ну, то есть, или когда там первого зайца достают, то есть когда... Ну, да, да, наша фантазия достраивает все-таки вот эту телесность, как бы она ни отстранялась, ни уходила в какую-то цирковую такую... Еще, конечно, очень важно... В общем, люди театра... Павел вчера сказал, или кто-то из артистов, я не очень сентементальный человек, но меня это растрогало, да, и просто какие-то вещи, когда они сделаны грубо, например, они тебя не трогают, но вчера в этом эскизе несколько раз я была близка к тому, чтобы прямо заплакать, потому что вот эти туфли, да, и еще несколько... При том, что мы видим, что это сделано, опять же, вот театр предмета, да, когда через предмет вот это отношение к человеку, которого ты безумного любишь, а у Булгакова столько там любви в этом всем, зашито тут гуманизм, да, про который Катя говорила, и он работает, и он тоже тебя очень цепляет, потому что понятно, что чистая театральность, мне кажется, не сработала бы вот, ну, как бы, ну, то есть такой театральный праздник жизни, да, он бы был просто театральным праздником жизни, а там много еще вот этого человеческой боли, человеческого страха, которое мы через как раз этюды, актерские этюды, возможно, может быть, режиссерские, как бы, работала, да, не было ощущения, как это родились вот эти очень тонкие вещи, сложно сейчас сказать, да, Катя? Ну, так или иначе, да, то есть это случилось, и мне кажется, это одно из достоинств этой работы. Когда любовь не играется, не играется там томным взглядом, всё это, да, 30-секунд, глаза в глаза. Да, оно почти, ну, хотя, как на следующем эскизе мы видели, она и так играется, да, то есть классный, пристальный, честный взгляд, который полон энергии, это так тоже можно сделать, но и два эскиза, которые по-разному нам это делают, показывают, как можно в театре вот это сделать, тоже, наверное, здорово, да, что одна школа, но по-разному. Возвращаясь к тому, о чём говорила Катя, по поводу гуманизма, здесь такая очень важная, мне кажется, сегодня тема такой ужасной хрупкости наших тел, нашей жизни, и о тех людях, которые пытаются хоть как-то её спасти, исправить, вылечить, она такая важная, конечно, сейчас очень. Что? Перейдём к третьему, да? Да, как раз продолжаю твои слова о хрупкости человеческой жизни последние дни Базарова. Да, 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 да. Юля, представляй. «Отцы и дети» в постановке, ну, эскиз режиссёра Кирилла Забарихина, который называется «Последние дни Базарова». Это история, которую мы видим ретроспективно, видим как бы в обратном порядке, как умирающий Евгений Базаров вспоминает всё, что с ним случилось незадолго до его, собственно, гибели. И Эдуард Макарян, который исполнял главную роль, да, Базарова, потому что как во втором эскизе всё строится вокруг фигуры доктора, здесь, в общем, то есть Базаров центральная фигура, мне кажется, при всём том, что мы говорили вчера и про дуэты, и про квартеты, и про сложные фигуры, которые выстраиваются, и очень изящно в этом эскизе. Но он и в романе всё равно, так или иначе, центральный ведущий. Ну да, да, и тоже было камерное пространство большой сцены, но в этом эскизе не было занавеса, мы видели вот этот пустой зрительный зал, тут какая-то темнота, широта, что за этим, да? Ну и оттуда был звук, да, то есть периодически оттуда мы слышали, это какие-то, опять же, метафорически завёрнутые реплики из зала, да? Это очень, да, скупые по сравнению с предыдущими двумя эскизами выразительные средства, но очень точные, эстетически выверенные в большинстве своём, и это, конечно, эскиз, который, ну, тоже произвёл сильное впечатление на артистов, на дарителей. Ну вот пока далеко не убежали от твоей мысли, ты сказала, что он ретроспективно выстроенный, мне как раз, он, мне кажется, не ретроспективно выстроенный, а выстроенный из конкретной точки смерти Базарова. То есть здесь идёт не обратная линия, да, то есть то, чего, наверное, я сейчас так скажу, чего мне бы хотелось, да, я знаю шутку, что если тебе хочется по-другому, поставь сам, да, то есть я я в курсе это шутки, но тем не менее, мне казалось, что мне сейчас страшно, вот прям вот дико не хватает, и я бы, наверное, сделала по-другому, то есть мне бы как раз хотелось из точки смерти, да, сделать вот это не линейное повествование, а линейное повествование в обратную сторону, то есть, ну вот как необратимость фильм, да, 18+, черт побери, вот, то есть когда ты от финала, от прямо тяжести, умирания и всей этой боли, можешь за счет вот этой обратной темпоральности вернуться к, пусть это иллюзия, пусть это обман, да, но вернуться к чему-то, что было в начале, то есть к чему-то, что еще возможно, то есть какой-то нелепой надежды хотелось вот в этой форме, да, в форме перевернутого времени, вот, и то, что вот это вот перевернутость, она работала в течение, наверное, всего какого-то спектакля, это и есть, вот это обратный разворот зрительного зала и сцены, а он тоже... Да, но мы все-таки, получается, находимся в точке смерти Базарова, который режиссер нас раз за разом возвращает, да, то есть это не было... Постоянная рекурсия, то есть ты идешь к каждому эпизоду, который он включает, там, знакомство, потом, что там еще у нас было, там, встреча с Одинцовой, да, и ты все время возвращаешься рекурсивно к этому финальному событию, к смерти, вот. Это абсолютно оправданно, это его мнение, и это достоинство, и в этом есть свой смысл, и Павел Руднев тоже вчера об этом много говорил, что это тоже очень значимая такая символическая вещь, вот эта смерть героя в конце, вот, но мне так хотелось линейно, обратно, да, можно вернуться к началу, а можно в прошлое, где было хорошо. Но при этом мы же знаем, что одна из самых сильных сцен романа, это сцена, где родители приходят уже на могилу Евгения, и это сцена у Тургенева, одна из сильнейших сцен мировой литературы, вот эти две одинокие старые фигуры сагбенной родителей, и в этом смысле финальная сцена у Тургенева как одна из сильнейших, с нее начинает, ну, как бы не с нее, да, но как бы из этой точки, и, ну, мне кажется, что другой взгляд, другая последовательность, ну, потому что, да, наши ожидания бы в этом смысле оправдались, потому что сложно работать с произведением, которое все знают, так же, как вот Грибоедовская Горя Тума, да, то есть если бы мы начали рассказывать сначала, я не знаю, сработало бы ли это, ну, не уверена. Катюш, прости, мы тут заболтались. Ничего-ничего, слушаю с интересом. Мне кажется, что здесь, конечно, есть вообще такой интересный пример режиссерской воли в отношении произведения, в хорошем смысле, да, режиссерской воли. Я согласна с Юлей, да, он действительно выбирает вот этот момент, умирания Базарова, да, то есть и фактически все, что мы видим там на протяжении часа, чуть больше часа, это какие-то предсмертные видения, которые возникают в мозгу Базарова, собственно говоря, поэтому весь спектакль разыгрывается всего четырьмя артистами, да, поэтому вместо дяди Павла Петровича мы видим ту же актрису Мариану Узун, которая играет потом Одинцову, то есть это не модные штучки, да, это действительно вот такой предсмертный бред человека, да, в котором уже лица сливаются, и фенечка тоже появляется, то одна актриса, то другая, то есть у неё нет лица, и сознание твоё, да, заменяет это лицо произвольным образом. мне очень понравилось вот это вообще стремление вдохнуть живую жизнь, да, опять же, в хрестоматийных школьных персонажей, да, то есть все всегда в школе обсуждают идейные споры, да, идейные несогласия, почему дворяне и разночинцы друг друга понять никогда не могут, и никого, простите, не интересует, что это всё довольно молодые люди, даже безбожный старик, 44-летний отец Аркадия, да, как он мог себе позволить жениться, то есть не жениться, а завести, в общем-то, фактически любовницу, да, вот, и вот эта вот любовь, которая, в общем-то, абсолютно тургеневская тема, да, абсолютно тургеневская, французская, да, такая, и очень тонкая вещь, вот здесь вот её Кирилл находит, вот, я забыла про что, какой-то «Сто пудов любви», да, так вот, «Сто пудов любви» здесь абсолютно вдруг вскрываются, и очень многое на ней строится, очень многое в этих характерах, в этих персонажах объясняется, особенно в этих мальчиках, да, в русских мальчиках, которые, один из которых такой немного рохля, и плывёт по течению, а второй пытается этому течению сопротивляться, и, в общем-то, довольно бессмысленно в этом своём сопротивлении гибнет. Я думаю, что здесь прекрасная была работа вот этого квартета артистов, да, девушки, которые на себе тоже практически половину всей этой работы вынесли, Марианна Узун и Мария Макарова, которая не так давно в театр пришла. Для меня, например, Мария тоже по-новому открылась, уже как такая взрослая и серьёзная актриса, это было прям очень приятно. Мне кажется, что здесь есть вообще простор для дальнейшей работы и здесь есть самая важная ещё вещь, мы тоже об этом вчера говорили, хочется, чтобы классика становилась для нас не просто понятной на уровне логики и интеллекта, да, чтобы мы её могли почувствовать, да, потому что самое главное через самый главный какой-то способ присоединиться, это всё равно какое-то эмоциональное подключение. Так вот, мне кажется, что как раз именно это пытался сделать Кирилл с, опять же, хрестоматийным школьным текстом, пытался включить нас в него эмоционально и мне кажется, ему это очень хорошо удалось. Я не знаю, я вот позволю себе не согласиться с тобой по части эмоционального включения, у меня оно отсутствовало, к сожалению. Это индивидуально. Это индивидуально, я всегда говорю, что я сегодня в качестве зрителя вообще могу себе позволить всё, что угодно, любую трактовку. Мне оказалось, что мне ближе была как раз та интерпретация, которую Паша вчера говорил, что он довольно аскетичный, сухой, сравнивало даже с радиотеатром и с какими-то вот такими речевыми проговариваемыми текстами. Он действительно не эмоционален для меня был полностью, то есть даже слёзы Марианны в финале не тронули нисколько, но он очень, о чём ты говорила, о необходимости какой-то подключения подсоединения, он очень чувственный. То есть через телесность, через чувственность, для меня это не эмоции, для меня это немножко другой какой-то уровень, через очень такую живую эротичность в какой-то степени, через вот эти телесные проживания, которые идут отдельным, казалось бы, каналом восприятия, но к тем же эмоциональным каким-то переживаниям и тем же каким-то текстовым рациональным вещам ты приходишь через тело, через вот эти вот пространственные и телесные структуры, которые там выстроены. При этом там ещё есть воздух, что очень важно в этом физике. Да, да. Но в какие-то моменты его очень много, и это так хорошо, когда ты дышишь, а в какие-то моменты его как-то не хватает и именно как раз про телесность, то есть когда ты дышишь вместе с этим эскизом в зрительном заде, мне кажется, это очень важно. Что можно сделать с вениками, я не знаю. Как-то надо... Про веники расскажу. Давай, давай. Ну, то есть это не анекдот, это тот случай, который случился во время лаборатории. Искали сено для... А, то есть должно было быть сено. Да, должно было быть сено. Последний раз сток сена в театр привозили на Головлёвы маменьку. Вот, с тех пор сено, ну, как повывел на мятской земле. Вот, ну и потом в феврале, извините меня, то есть если снег, сено и есть, то вот, и Кирилл, они приехали с Яной чуть раньше, у них просто транспорт так получился, что они приехали первого, и второго утром он пошёл в магазин, заходит в фикс-прайс, встречает актрису Машу Макарову и говорит, Маша, в этом магазине я наверняка смогу купить веники. Маша говорит, нет, продавец слышит такие слова и говорит, ну, знаете, у нас вот совершенно случайно, первый раз в наш магазин завезли два веника. Он говорит, но мне надо пять. Этот их разговор слышит там зав магазином и говорит, слушайте, ну, ведь точно не два, я не знаю, сколько, ровно пять веников. Магия. И это, да, это такая магия театральная, которая ещё предшествовала работе, и артисты смеялись, что, ну, типа, мы просили поддержки, ну, там, у Вселенной, у Мироздания и истратили её на веники. В общем, очень лёгкая атмосфера, какая-то очень живая, потрясающая была на репетициях у Кирилла, и мне кажется, удовольствие в любом случае получили все участники и у Александра, и у Яны, и у Кирилла, они были не похожи очень, но очень какие-то классные внутренние процессы были на этой лаборатории, мне кажется, очень важно об этом тоже сказать, ну, то есть обсуждать не только художественный результат, которого ещё нет, то есть эскизы как промежуточный, возможно, будут спектакли, мы надеемся, но вот это тоже очень важная какая-то история, веники, фикс-прайсы и всё такое. Да, я в этом смысле согласна, конечно, с Юлей, потому что действительно может быть даже более важный результат лаборатории, это вот это вот, когда кровь внутри театра, да, приходит в движение, когда театр чувствует, что, в общем-то, он где-то не на отшибе, не как вот молодой врач, да, во тьме египетской среди, значит, заметённых снегом полей находится, когда могут приехать какие-то новые люди, и с которыми складываются хорошие, рабочие, творческие отношения, с которыми что-то вместе получается делать. Вот это, на самом деле, энергия какого-то совместного созидания, да, и вот это вот ощущение совместного творчества, это может быть даже более важно, чем то, что потом войдёт в репертуар или не войдёт в репертуар из лаборатории. просто, просто когда театр, и люди театра чувствуют вот это вот, вот это вот, не знаю, что они не одни, просто что они не одни, что они не разорваны, вот это какая-то внутритеатральная, опять же, цепь, да, сообщения, сосудов, вот, это очень важно. Не могу не согласиться, абсолютно так, даже не видя всего процесса, не видя репетиции, и застав только какие-то финальные вот эти аккорды, но, тем не менее, даже в них, даже в обсуждении, там, в каких-то там бурных переходах в коридорах театра, когда все шутят, когда все бегают, волнуются, и даже в той возможности, чтобы увидеть, услышать Катю, которую в Кире редко видишь и слышишь в театре, да, приезд Паши, и вот это вот смешивание разных там оптик профессиональных каких-то там вот этих вещей магических чудес, которые происходят, она взбадривает. Я на два дня почувствовала себя счастливой благодаря этому, поэтому, я думаю, все эти хорошие такие чувства и вся эта энергетика, простите, не знаю, какой синоним подобрать этому дурацкому слову, она сохранится и сохранится и в спектаклях, и в будущих каких-то продолжений таких лабораторий. Поэтому, ой, как я пафосно закончила, давайте что-нибудь другую кинфиналу, расскажи, анекдот какую-нибудь историю. Это правда я на такой возвышенной ноте буду прощаться. Не, надо по-другому. Что, что, анекдот чего еще любопытного было? Про веники было хорошо, мне кажется. Да, про веники было хорошо. Монтируйте веники на финал. Я поставляла в диком количестве, ну, это тоже было смешно, мы искали все время лаванду, чабрец, полынь, потому что сжигать, чтобы веники не пахнут сеном. Но они вообще не пахнут. И, я не знаю, на вчерашнем эскизе в самом начале пока еще запах пахло, ну вот, это моя трава. Отличный анекдот. Класс. Да. Ты пиши, если что, у меня там у мамы залежит какой-то мятый, ничего-то там заслуженного есть. Ладно, хорошо, будем заканчивать. Давайте мы будем прощаться. И так, сейчас опять иду в какую-нибудь дурацкую форму и поблагодарим даже и гостей. Короче, ребята, классные были эскизы и спектакли тоже будут, я думаю, я уверена, очень-очень-очень крутыми. Вот, приходите обязательно. И я тоже с удовольствием приду, если пригласите, посмотреть на какие-то уже завершенные, законченные варианты. Спасибо огромное, спасибо Катя, спасибо Юля. Я ужасно рада вас спала сегодня видеть. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok